В травмпункте не протолкнуться. История большинства пациентов похожа на старый советский фильм. Упал, очнулся, гипс. Поскользнулась. Что зафиксировали? Небольшой перелом и смещение какое-то. И таких, как Фагенаса Берзянова, в больнице несколько десятков. Но, как признаются медики, настоящий наплыв пациентов пришелся на минувшие выходные. Тогда яблоку негде было упасть. В травмпункт было обращение около 160. Это где-то в полтора-два раза больше, чем в обычные дни. В принципе, по тому наплыву пациентов, который произошел, это было ожидаемо. Обычно бывает так всегда. То есть, когда гололед на улице, в любом случае идет повышение травматизма. В непогоду даже машины с трудом преодолевали ледяные автомагистрали. Что уж говорить о людях. Переломанные кости и сотрясение мозга. Самые популярные диагнозы минувших дней. В основном повышение травматизма произошло после вечернего времени, когда люди начали возвращаться с работы в темное время суток. Поэтому был такой всплеск. В отделение, в стационар поступила одна только травма. Это сотрясение головного мозга и перелом ребер у одного и того же пациента. Но он не тяжелый, не требует оперативного вмешательства. То есть, после наблюдения и лечения будет отпущен домой. Но не только врачи работали без отдыха. Все экстренные службы были подняты по тревоге. К примеру, сотрудники комплексного предприятия благоустройства города работали и днем, и ночью. Посыпали песком и тротуары, и проезжую часть. Сам процесс очистки города или работы в городе, он проходил в двухсменном режиме. К этому мы всегда ежегодно готовы. Наши люди работают две смены. Перерыв, разрыв между сменами небольшой. Поэтому мы постарались, или вернее старались, не допустить коллапса в городе. И кажется, у нас это получилось. Все маршруты движения автотранспорта были оперативно обработаны специальными растворами. Где-то справились своими силами, где-то не обошлись без помощи градообразующих предприятий. У нас был запас противогололедных средств. Это водно-соляной раствор, песчаная соляная смесь. На песок спасибо, хочу сказать. Нефтехимикам, руководственникам с нефтехимом, большое спасибо. Отметил работу коммунальщиков и мэр города Айдар Мершин. Но сами специалисты признаются, радоваться рано, впереди работы много. Ведь зима – непредсказуемое время года. Неизвестно, какие еще сюрпризы она нам преподнесет. Евгений Авдеев, Артур Довлекаев, телеканал Нефтехим.